приветствую любительницы и любители квадратного и практичного выживания на различных планетах в игре астронир с вами вновь эфемер абстрактный и сегодня я буду вам рассказывать про очередной патч называется который bs building апдейт или в переводе на русские постройка базы обновления номер у этого патча 0.6.00 и собственно вот здесь вы можете видеть можете перейти по ссылочке тут у вас будет английское описание этого патча ну а чтобы почитать по-русски вы можете перейти ко мне на сайт эфемер . org ссылка будет в описании к видео на ю тубе и в твиче твич кстати хранит записанные видео точно так же как и youtube со стримами немножко иначе там устроено и так давайте загружусь на базу и уже конкретнее покажу сразу хочу отметить что в принципе вы можете изучить сами новый апдейт нажав кнопочку f1 ну а для тех кто все-таки дальше хочет меня послушать я буду продолжать разработчики внедрили подвижные платформы для базы добавлены три новые платформы две версии средних платформ платформа базовых модулей и большая платформа эти платформы могут быть размещены и повернуты индивидуально что обеспечивает большую гибкость конфигурациях базы перемещение платформ блокируется при подключении к электросети если вы хотите снова их переместить просто отключите все линии электропередач так ну давайте поподробнее то есть вот это у нас средняя платформа вот она у меня подключена кстати само жилище изначальное убежище изменилось но об этом я чуть позже прочитаю то есть берем отключаем все нафиг и тыкаем примерно посередине платформы как видите несмотря на то что у меня на платформе размещено всякая могу и двигать я могу вот так двигать куда эти унести вообще забросить фиг знает куда либо повернуть на клавиши z либо x ну и собственно нажав левую кнопку мыши снова поставить из платформы вот здесь вот у нас можно выдвинуть такой юсб разъем не знаю или просто шланг и подключить его либо к другой такой же платформе либо к базе к своей которая у вас основная при начале новой игры у вас будет вот такое убежище и стартовая площадка собственно как только вы падаете убежище разворачивается автоматически ну а платформа как сама появляется тоже таком духе заглядываем в платформу посадочную здесь вы делаете стартовый пакет то есть эта платформа и и и и и не совсем удачно управление сделано на эскейп выход и средний фабрикатор вам дают то есть вы сразу разворачиваете подключаете и начинаете что-то строить то есть вот это у нас средняя платформа насколько понял считается есть еще большая платформа давайте построим одним и я посмотрю точнее на той базе у меня как бы было уже но вот чисто чтобы оно было изначально и без всякого настроиться довольно не быстро собственно про фабрикаторы фабрикатор это переносные принтеры которые позволяют создавать основу откройте новую панель управления и выберите то что вы хотите создать и вас появится ящик который вы можете сразу распаковать или принести с собой куда угодно малый фабрикатор позволяет загружать всю базу из вашего рюкзака и используется для печати средних платформ и средних фабрикаторов средний фабрикатор используется для печати больших платформ и базовых модулей на данный момент средние принтеры и отсеки для транспортных средств остаются неизменными то есть вот она у нас контейнер один из появился это у нас большая платформа сейчас я куда-нибудь разверну вот так вот на е копая на у нас надулась что еще здесь у меня есть блок по моему это исследовательский блок да то есть вот я поставил этот блок этот ящик и могу развернуть лабораторию исследовать она у меня тоже так сказать надулась и кстати вот пока она не подключена проводами еще раз я могу ее передвигать то есть здесь все вроде бы логично и довольно просто что еще давайте вернемся к посадочной площадке и пересоздадим то есть вот у меня появилась при этом при этом то что у нас было это исчезла то есть здесь именно идет вариант переработки хотя в общем то я ничего не потерял потому что вот он у меня фабрикатор средний единственный минус ничего не нравится в это обновление не подписывается вот эти вот блоки что это вообще за фигня такая то есть я должен примерно понимать что я напечатал прежде чем ну то есть по этим значками ничего не понимаю вот это я надеюсь разработчики исправят прежде чем использовать то есть ладно вот здесь вот есть голограмма сразу платформы но во всем остальном фиг то там и снова ставим фабрикатор и снова разворачиваем вот таком принципе ключе все это работает все это разворачивается все это меж собой подключается ну вроде бы никаких заморочек не должно вас возникнуть ну и заходите сам фабрикатор и здесь строить то есть поначалу вас ничего особо не доступно но потом со временем вы развиваетесь так есть еще малые платформы но к малым платформам относятся по сути то есть некоторые ящики еще хочу уточнить можно засунуть рюкзак большие ящики например большая платформа нам не в рюкзак уже не лезла в принципе это тоже иногда удобно что-то с собой брать чтобы переносить не в руках так маленький фабрикатор делаем из соединений кстати наверно да вот это есть маленький фабрикатор вот например его об я его положил рюкзак хоп я его развернул при том вот маленький фабрикатор это как раз пример малой платформы то есть у него тоже есть свои возможности кабеля который можно выдвинуть и подключить куда-нибудь вас поделать единственный ночь ночью не очень видно но я его подключил платформе суть надеюсь вы ловили ну и соответственно заходим в него в нем можно распечатать среднюю платформу можно средний фабрикатор распечатать и пока все сможет что то еще касательно малых платформ можно ставить фонари что еще можно ветра турбины ставить можно маленький генератор ставить насколько я помню и малую солнечную панель можно ставить это будут отдельные вот эти вот маленькие платформы то есть принципе если раньше нам нужно было слот занимать обязательно чтобы работала например солнечная панель теперь можно просто рядом поставить и подключить проводом и все так насчет посадочной площадки вроде бы я все рассказал то есть она используется для вызова ваших первых упаковочных упакованных предметов и в качестве зоны для других игроков которые присоединятся к вашей сессии чтобы приземлиться имейте ввиду что вызов новых пакетов на посадочную площадку уничтожит существующего то что я вам показал в будущем мы планируем добавить больше функциональности для посадочной площадки пока космический кораблик по-прежнему приземляются в районе перед транспортным модулем то есть там где вы построили шаттл свой первый там она приземлиться они на посадочную площадку как это было бы логично то есть на посадочной площадке вас по сути будут только новые игроки появляться пока что перенос старых баз в новую версию базы созданные в предыдущих сборках автоматически переносятся в новую систему строительства баз при загрузке старого сохранения платформы и модули будут преобразованы в их перемещаемую упакованную форму мы старались сохранить старые сохранения как можно лучше чтобы не было потерь предметов но местность может не всегда генерироваться должным образом как всегда используйте старые сохранения на свой страх и риск хочу от себя добавить что у меня была проблема ну тут вот видите сейчас такая черная поверхность да а вот когда я загрузился у меня там было все в траве то есть некоторые платформы просто визуально довольно сложно отличить от из-за травы ну то есть что они там есть вроде бы видно но вот найти например эти кабели всякие как-то что-то там то что просто какие-то предметы с них свалились это уже проблема то есть это один минус которым я лично столкнулся второй минус заключается в том что так ну откроем рюкзак кстати это новое управление но не совсем удобно и на мой взгляд то есть рюкзак раньше просто накид крал сейчас вот я продавить его не мог в рюкзаке если у вас сохранение не будет сразу доступен малый фабрикатор маленький то есть как бы рецепт теряется его можно исследовать в принципе но это уже тоже неудобно обновление голограмм все голограммы получили визуальное обновление теперь они должны быть более читабельными в любое время суток ну может быть то есть их сделали по контрастнее как-то получше ну то есть соединение видите синенькая как раз и есть голограмма новая система питания изменена система питания на систему использующий потоковые а общие резервы питания это означает что элементы которые нуждаются в питании используют все доступные генераторы электроэнергии в подключенной сети то есть если раньше у нас надо было ждать такую шкалу там пока она значит заполнится и тырым пырым и пока она не заполнится вас работать вообще ничего не будет разработчики наконец-то сделали просто ну тупо если есть энергия но работает если мало энергии на работает медленно если энергии нет вообще то работать не будет но вы видели в предыдущем может быть обновление как это было сделано с модулем исследований то есть вот модуль исследований сейчас нем сети конечно нет но в принципе в принципе можно будет подключить я наверно мне надо поближе поставить то есть почему поближе поставить потому что вот провод тянется вот 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 досу до максимум то есть как у пылесоса есть ограничения дальше не тянется в общем-то это прикольно это забавно и где-то это логично иначе вы вытягивали провода на пол карты и скорее всего во первых это было бы визуально очень странно во вторых скорее всего нагрузка на сервер было бы больше и на компьютер больше и все бы проседала по фпс у нас так дальше все модули роверы и сломанные солнечные батареи были переделаны под новую энергосистему ну я наверно ушел тогда другую свою сохраненку чтобы показать то есть вот у нас раньше если на планетоходе была такая круглая дырка и такой круглый шланг мы соответственно протягивали теперь он плоский и собственно разъем как и везде сделан то есть в общем то я не знаю насколько это было сложно разработчикам сделать но они это сделали ура почему вот у меня только один вопрос почему это сразу не нельзя было сделать вот эти вот базы модули баз то есть это было так настолько логично вот это выглядит настолько органично по сравнению с том что то было только один вызывает у меня вопрос ну ладно это я уже начинаю наверно придираться но вообще пишите в комментариях как вы считаете насчет сломанной солнечной батареи хочу пояснить наверное может быть не все видели то есть иногда можно найти такие буквально солнечные батареи от спутника которые валяются от то есть вот именно вот это вот имеется ввиду у меня к сожалению под рукой такой штуки не оказалось но видимо там тоже такие же новые кабели придумали тут еще есть прикол с мощностью то есть смотрите внимательно на этот желтый полукруг то есть у вас он если заполнил тоху все хорошо если он красненький то значит у вас не хватает энергии в сети то есть это не просто разъем это еще и индикаторы обновление кабелей кабели и их соединители теперь являются индикаторами но это про это рассказал удлинители добавлен новый направленный электро инструмент удлинитель удлинитель можно печатать в пучках по 6 из вашего рюкзака но вот насчет 6 я не знаю если честно я не это хотел открыть то есть сейчас я состакую нет не стакаются что ли обратно обратно не стакает тут заразу но визуально здесь их только 5 и я вроде бы ни один никуда не задевал просто не успел хотя мог и задевать ну ладно поверим на слово патч ноуту и будем считать что их там все-таки 6 я по факту у меня есть большие сомнения и так как это работает вот мы тянем значит шланг с наш и вот вы видите голограмму такой штуки вот это есть удлинитель при том на удлинителе есть шеврон то есть куда поступает энергия так мне интересно как мне сделать чтобы она обратно поступала или не как там написано что можно переключить я пока честно скажу не разбирался я думал что это будет изи бриз кстати можно вот так вот еще отключать забавно мне надо куда-нибудь подключить чтобы понять как переключать и так я тут потыкался и пришел к выводу что единственный способ переключать направление это тянуть с лево направо в данном случае либо справа налево то сейчас у меня энергия должна течь в обратном направлении то есть вот станции от среднего принтера к основной базе то есть если я вот здесь вот отключу и буду тянуть вот так то шеврон меняет направление не знаю видно ли вам визуально или нет на вроде бы видно серенький шеврон то есть энергия сейчас никакой не течет соответственно потому что он серый и если я отсюда протяну сюда то шеврон поменяет направление если честно вот сейчас сейчас сколько у нас имеется в наличии всяких штук различных для присоединения но я не вижу особо особого смысла в этом но в будущем в будущем скорее всего смысл появится то есть что то чтобы у вас подключено было именно вот так и не иначе то есть когда у меня допустим здесь средняя солнечная панель но не средняя солнечная просто солнечная панель будем и так называть включена то есть кстати в отличие от малой солнечной панели это солнечная панель не имеет в себе разъемов то есть их ее все равно втыкать приходится в платформу в основную вот и так как она ничего не заряжала в ту сторону электричество не текло у меня то есть она может течь только обратно если ничего нет тоже может быть где-то где-то может быть уже сейчас удобно так про автономные платформы маленькие рассказал ну вот еще единственное что не рассказал это обновление взаимодействия то есть в игру добавлен новый глагол взаимодействие это использовать по умолчанию это клавиша е или на геймпаде x и эта клавиша у нас также используется для входа и выхода ну например вот в ровер то есть если раньше вы просто рядом с ровером нажимали ей заходили или выходили из него это теперь надо навестись на кабину зажать ей только потом вы попадете свой транспорт ну не знаю по вот это вот нововведение они зря сделали то есть ну вроде бы как бы и да и в то же время как бы не очень ну в общем на этом все если вам нравится то что я делаю не забывайте подписываться все ссылки я прикреплю на ютубе в комментарии на твиче наверно просто в описании добавлю также у меня появился телеграм-канал ну а если вы настолько оценили это видео что готова поддержать монетками то есть ссылки на различные виды доната ему я всегда рад на этом все и до встречи следующих видео и стримах всем пока а